Сработали на опережение. В Самарском регионе на 6,6% увеличат критерии нуждаемости для ряда льготников. Решение принято на заседание регионального правительства. Инициатива коснется ветеранов труда Российской Федерации и области, репрессированных и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. Это сделано, чтобы сохранить для них ежемесячные денежные выплаты, которые назначаются, если пенсия ниже 21,5 тысячи рублей. С нового года пособие по старости индексируется на 6,6%. Таким образом, выплат могли бы лишиться 20 тысяч 530 ветеранов. В 2017 году губернатор принял решение о восстановлении льгот для работающих ветеранов. Значит, фактически было отменено то решение, которое нарушало в определенной степени социальную справедливость. И губернатор поручил правительству обеспечить ежегодную индексацию не только размера социальных выплат, но и критериев для их назначения. Также на заседании рассмотрели бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области. В следующем году его доходы составят почти 42 миллиарда рублей. При этом планируется, что на треть увеличится количество нагородных пациентов в самарских учреждениях здравоохранения. Как подчеркнул министр Атманов, закуплено оборудование, врачи проходят подготовку, чтобы еще большее число и жителей региона, и гостей из других краев и областей обеспечить квалифицированной высокотехнологичной медицинской помощью. Увеличение нагородних пациентов отразится на наполняемости областного фонда медицинского страхования. Планируется, что на 27% вырастет объем средств, перечисляемых другими регионами за лечение своих жителей в нашей губернии. Продолжение следует...